Здравствуйте! Вы смотрите программу «Ротоподъем» и сегодня особенный рождественский выпуск. Исторические кадетские корпуса в России давали молодым людям прекрасное образование. В 1911 году князь Константин Константинович определил важнейшие дисциплины учебной программы. Ими стали военная подготовка, спорт, два языка, этика и эстетика, духовное воспитание, этикет общения и танцы. А умеют ли танцевать современные кадеты? Чтобы узнать это, мы отправились на настоящий рождественский бал. Пышные платья и парадные мундиры примерили на себя юные галантные кавалеры и их прекрасные дамы. По старой традиции кадетский бал открыл Баланес. Военный оркестр Тихоокеанского флота исполнил музыку и для подыграться, мазурки, польки и, конечно, венского вальса. Движение этих танцев кадеты разучивали более двух месяцев, ведь их ждал не просто утренник, а настоящий бал. Бал для меня прошел очень волнительно и беспокоил меня очень сильно. Я боялась за танцы, за свой танец. Как бы это не было волнительно, бал продолжался. Ни один будущий офицер не остался без женского внимания. Взгляни направо, дорогая. Стоит красавица в лице. На нас он смотрит не мигая, но просто чудо кавалер. Истинными кавалерами их делает президентское кадетское училище. Наравне со школьной программой и армейской выправкой здесь развивают и творческие способности. Духовное развитие, что театральное, что танцевальное, обязательно кадетам надо. Оно действительно, вот посмотрите даже на ребят, которые танцуют, танцевальный кружок ходит, какая у них выправка, как они в троевом отношении более. Ну, во всем. Оно развитие ребенка дает. Грациозность движения, чувство ритма, безупречные манеры юных танцоров не оставили присутствующих дам равнодушными. Я хочу мужа офицера. Я тоже. Известны всем собачьи свойства. И ум, и чуткость, и геройство. Кинологическая служба внутренних войск МВД России на Дальнем Востоке – одна из самых сильных. Чтобы увидеть, как несут службу четвероногие военнослужащие, наша съемочная группа побывала в Уссурийске на территории действующей части. Дальнем Востоке Дальнем Востоке Нюхай! Ну, а если страна сильная, то ее стараются победить изнутри. Поэтому война, в основном, взрывы на вокзалах. Там, где людей побольше. Вот мы занимаемся поиском. Ну, собака посадкой обозначила. Ну, после этого, естественно, собака убирается. Сидеть. И уже специалисты прибывают, работают. Закладочка, вот она у нас. В кармашке лежала. Вот закладочка. То, что пока не может самый точный анализатор, собака находит быстро и безошибочно. В кинологической группе бригады внутренних войск МВД России у каждого четвероногого военнослужащего своя специализация. Есть минно-розыскные и патрульно-розыскные. Важнейшее требование при отборе – устойчивая психика. У собаки не должно быть агрессии или страха. Многие приходят на службу по контракту со своими питомцами. И особый личный контакт облегчает процесс дрессировки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Если взять устав внутренней службы и наставление по кинологической службе, вот только у кинологов написана любовь к профессии. Здесь работают профессионалы. Практически у каждого десятки задержаний или успешно проведенных минно-розыскных работ. В том числе во время командировок на Северный Кавказ. Когда выполнение поставленной задачи и сама твоя жизнь зависит от партнера, ты учишься понимать его с полузгляда и полуслова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Всем выйти из помещения. Применяется служебная собака. Редактор субтитров А.Кулакова На 99,9% Собака никогда не придаст человека своего хозяина. Во-вторых, с ними работаешь, отводишь душу. Служебные собаки находятся на полном довольстве. В зимнее время их кормят три раза в день. В меню говядина, поскольку свинина слишком жирная пища, а служебные собаки должны держать себя в форме. При этом из рук чужого человека такая немецкая овчарка еду не возьмет. Подкупить ее расположение невозможно. Она требует уважения и чисто человеческого отношения. Я раньше думал, ну, собака, вот как, знаете, Павел Первый говорил про солдат. Инструмент артикулом предусмотрен им. Я понял, что собака еще нечто большее, что какая-то душа там есть. Все боевые искусства можно условно разделить на два направления. Спортивное и прикладное. Последнее представляет собой набор жестких приемов, способных отразить нападение противника быстро и эффективно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сегодня мастер-класс для нас проведет президент Федерации карате Кёкусин Будакай Приморского края Сергей Якубов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сергей, первый вопрос. Как вы относитесь к армии и к тем, кто от нее уклоняется? Сам служил. Ну, и считаю, что сильная государство – это сильная армия. И потом это прекрасная школа жизни, которую может пройти молодой человек. Потому что, приходя в армию, они видят, что мама и папа, когда им говорили, что они самые лучшие, самые красивые, самые-самые, ну, для папы мам, конечно, так. Но на самом деле не так. Это окружает тысячи таких же худых, бритых сорванцов. Вот. Чтобы стать кем-то, нужно предложить максимум физических и умственных способностей. Что можно, в общем-то, реализовать в армии? Окрепнуть физически и стать настоящим мужчиной. Сергей, ну а какой прием вы сегодня нам покажете? Я вам покажу прием из прикладного карате. Согласен? Ну, для того, чтобы, как бы, не на вас отрубать, для того, чтобы показать эффективность и убойность, я приглашу сюда своего ученика – Бориса Нефедова. Первый дам ЛБК. Черный поезд. Правой рукой убираете, левой в пах. Да. 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 Сергей, спасибо за еще один прием в нашем арсенале. Было очень познавательно. Спасибо большое. Пожалуйста. Хочу, чтобы этот прием вам никогда в жизни не пригодился, но если это произойдет, хочу, чтобы вы били сильно, но аккуратно. Спасибо, сенсей. Дисциплина. Чувство долга и готовность служить своему народу и стране. Эти качества всегда отличали профессиональных военных России. Не только офицеров, но и рядовых солдат. Наша традиционная рубрика «Служу Отечеству». С октября 85-го года по ноябрь 87-го года я проходил службу в Афганистане. Начальник разведки батальона, командир разведательного взвода. Я абсолютно счастливый человек. Я счастлив и в том, что мне достались самые лучшие в мире солдаты. Более 20 человек из них награждены орденами и медалями. И те боевые награды, которые я получил только благодаря их мужеству, личному героизму. Здесь частичка моя в острие знамени и в острие штыка. Все остальное принадлежит мне солдатам. Я счастлив тем, что я остался живой. Почему? Потому что раненого меня вынес сержант Бетимирзаев Ибрагим Чеченец. Большая благодарность матерям, отцам за то, что они воспитали тех солдат, которые позволили мне дальше жить, иметь семью сына и продолжать жить и работать. Благодарность им за это моя, как отца, как командира. Наш солдат, самый лучший солдат. История рождения российского оружия. Его славные страницы в традиционной рубрике «Оружие Победы». Мы уже рассказывали о танке МС-1, собранном по образу и подобию французского Рено. Нашим героем был американский «Додж Три Четверти». Настала пора появиться в проекте «Оружие Победы» настоящему отечественному агрегату ГАЗ-67Б – машина для высшего командного состава. Сегодня мы не только разберем ее технические детали, но даже сможем на нем проехать. Но обо всем по порядку. ГАЗ-67 – это наш маленький армейский трудяга. По традиции получил сразу несколько ласковых прозвищ. У советского солдата, да еще и на фронте, с фантазией все было в полном порядке. Козлик, козел, блоха-воин, пигмей. Автомобиль представлял собой дальнейшую модернизацию ГАЗ-64. Как и первая модель, он был разработан конструктором Виталием Грачевым на основе агрегатов ГАЗ-М1. Консультант нашей программы, сотрудник Музея техника 20 века в Приморском крае Юрий Морозов в автомобилях войны ДОКа. После его рассказов хочется прочувствовать легенду, что называется душой и телом. Здесь такое случается редко. Для нас делают исключение – разрешают сесть за руль и сделать несколько кругов. Сказано – сделано. С первой попробуем сцепление. Вот, теперь выжато. Все, она поехала. Привыкните к тормозу. Привыкните к тормозу. Нужно, конечно же, было хорошо покушать для того, чтобы остановить эту машину. Сначала нужно было вот здесь в голове подумать, как его правильно завести. Тоже нужно было, получается, научиться. Но… Опять же, надо все маневры было продумывать заранее. То есть, без тех же, без усилителей, без каких-то электронных помощников. Ничего этого нет. То есть, водитель сам должен понимать, когда колеса заблокируются на торможении. Здесь карбюратор. Когда она может заглохнуть просто от того, что ты перелил топливо или, наоборот, не долил. Как бы не откатиться назад. Тоже многие сейчас уже ездили только на автоматах. Здесь классическая механика. И полный привод управляется рычагами. После, как говорится, после такой машины сможешь ездить уже на всем. Ну, после рейса мы приведем, наверное, машину в ее нормальный вид. В тот, наверное, в котором удобнее всего на ней ездить. Но и самое главное, хочу сказать, нужно не забыть закрыть. Вот здесь вот находится топливный краник. Если его не закрыть, то топливо все вылится на асфальт. Все мы полностью сделали. Ну и ключ, конечно же. А угоняли машину на войне? На войне нет. Но после войны проблема такая была. То есть не боялись оставить машину вот так вот просто? Ну да. А почему не боялись? Знали, что никто из нее ничего не стащит? Не принятого солдат было? Во-первых, да. Во-вторых, все-таки это законы военного времени. И чуть что. Могли и пулю пустить. После окончания войны ГАЗ-67Б очень активно использовался не только в армии, но и в МВД, МГБ, лесном и сельском хозяйстве, геолога-разведке. Надежнее своего предшественника он мог устойчиво работать на низкокачественных горючо-смазочных материалах. С честью выдерживал значительные перегрузки и полностью отрабатывал заданный срок эксплуатации. Это был настоящий автомобиль трудяга, который получил известность как прочный, тяговый, везде проходимый и неприхотливый автомобиль. Я желаю всем нам мирного неба над головой. Вы смотрели программу «Ротоподъем». Всего вам самого доброго! Редактор субтитров А.Семкин